Привет всем! Вы на канале Валери Лайф. Сегодня я научу вас плести четырехпрятную 3D косу. Почему 3D? Потому что она со всех сторон, со всех четырех сторон, наверное даже 4D, выглядит одинаково. Это плетение напоминает плетение цепочки. Так что всем, кому интересно, как же заплести четырехпрятную косу, оставайтесь смотреть. Как всегда нам понадобится расческа или любимая щетка и две эластичные резиночки. Расчешем наши волосы по всей длине и разделим на две половины. Одну часть мы зафиксируем для того, чтобы она нам не мешала. Расчешем хорошо вторую часть и разделим ее на 4 пряди. Ну вот примерно вот так вот. Теперь мы берем крайнюю прядь, проносим под двумя средними и заносим ее на третью. То же самое проделываем с крайней прядью задней, назовем ее так. Проносим ее под двумя прядями и заносим на третью. То же самое с крайней, под двумя прядями и заносим на третью. С крайней то же самое, под двумя прядями и заносим на третью. И так до самого конца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Фиксируем все резинкой. Все то же самое мы проделываем и с другой стороны. Делим волосы на 4 пряди. 4 равные пряди. И начинаем плести. Крайнюю прядь проносим под низом. Через две средние пряди. И заворачиваем на третью. Крайнюю прядь. Крайнюю прядь заднюю проносим под двумя средними и заворачиваем на третью. Крайнюю переднюю прядь. Проносим под двумя средними и заворачиваем на третью. Крайнюю переднюю прядь. Крайнюю прядь. Крайнюю прядь. Крайнюю прядь. Проносим под двумя средними и заворачиваем на третью. И так до самого конца. Вы знаете, когда проговариваешь алгоритм, то плести намного легче. Потом пальцы привыкают и все получается на автомате, как будто вы плетете трехпрядную косу. Продолжение следует... У конца все фиксируем резинкой. У нас получилась вот такая, видите, 3D коса. Интересная коса. Ее можно распушить, чтобы она была максимально объемная, максимально пышная. Со всех сторон. Эту косу можно оставить и так. Это уже готовая прическа. Но, если честно, я предпочитаю ее уложить сзади в веночек, что ли, как это правильно называется. Когда ее распушишь, она становится более мягкой, и тогда ее будет легче фиксировать сзади. Для фиксации, как всегда, нам понадобятся шпильки или невидимки. Я использую невидимки. Важно спрятать кончик, тот хвостик, который у нас остался, чтобы он не выглядывал. И зафиксировать все невидимками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, что из этого вышло. Конечно, подобную прическу можно сделать и из обычных трехпрятных косичек, но эти косы добавляют объема. И даже если у вас не очень длинные волосы или не очень густые волосы, то распушив в трех-четырехпрятную косу, вы добьетесь реально хорошего объема. И когда вы их уложите сзади, будет такое впечатление, как будто у вас очень длинные и густые косы. Ну вот и все. Если вам понравилось, то забирайте это видео в избранное и ставьте лайки. А главное, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну все, теперь пока! Пока!